Событие из ряда вон выходящее. До сих пор украинскую армию проамериканскими войсками никто не называл. Руководство СНН эту формулировку комментировать не стало. И всё-таки, что это было? Ошибка редактора новостей, оговорка по Фрейду, тот неловкий момент, когда тайное вдруг стало явным? Или сознательная констатация факта? Снимай! Да, да, давай! Украина. Англоговорящие инструкторы обучают украинских военных в стрельбе из пулемёта. А это Харьков. Местная жительница сняла из окна построение солдат в натовской военной форме прямо на улице города. Вот они, боевые негры. Кто воюет на Украине? С стороны украинской армии. 20 негров прибыли. Цикл сюжетов американских журналистов о путнях украинских военных. Вот лейтенант рассказывает репортерам о солдатской жизни. Большинство из нас одевается в немецкую форму, которую нам привезли, в английскую. Так что реально, не по сути, конечно, но на вид мы уже практически нато. Мы уже практически нато. Это бомбоубежище недалеко от Дебальцева. Несколько дней в нем прятались украинские солдаты. Отступая, они оставили в укрытии все свои вещи. Шевроны все американские. Ну, наверное, форма одежды не новая, уже бэушная. Поэтому по оставалось даже эти эмблемы военнослужащих американской армии. На днях появились сообщения, что армия США спешно набирает в свои ряды носителей украинского языка. А глава МИД Хорватии официально заявила, что их добровольцы воюют в Донбассе на стороне украинской армии. В присутствии польских и литовских профессионалов уже давно ни для кого не секрет. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, та самая, что на Майдане раздавала печенье, теперь призывает оказать Украине военную помощь. Необходимо создать командные и контрольные центры во всех шести прифронтовых государствах. Оружие НАТО, пайки и техническое обеспечение. Инструкторы, бойцы спецподразделений и агенты западных спецслужб. Кто приехал за деньги, а кто по долгу службы? Какие задачи выполняют иностранные наемники? И что делают в степях Украины проамериканские войски? Бой под Мариуполем летом этого года. За кадром звучат команды на английском. Специально для украинских бойцов их переводят на русский. По ближайшему зданию не работаем. Вот в кадр попадает нашивка на рукаве иностранного инструктора. Опознавательный знак одной из частных американских военных компаний. Там есть поляки, там есть грузины, там есть прибалты. Ну, я бы сказал так, вот эти наемники, это те, кто дико ненавидят Россию. В последнее время иностранных наемников стало столько, что скрывать их уже невозможно. Это видео снято две недели назад под Мариуполем. Случайно попавший в кадр автоматчик говорит по-английски. Просит не снимать его лицо. На моем лице, на моем лице, пожалуйста. Украины можно только гадать. В Дебальцевском котле по экспертным оценкам находятся сегодня от 500 до 700 иностранных военных наемников. В целом их количество на Украине может достигать порядка полутора-двух тысяч человек. Специализация и круг выполняемых задач у наемников могут быть разными. От консультаций по тактическим вопросам до личного участия в боях и военных преступлениях. Многие из них кадровые сотрудники западных спецслужб. Они прикрываются демокломатической неприкосновенностью Соединенных Штатов Америки, как правило. И естественно, так сказать, никакие потом ни суды, ни разбирательства не происходят по военным преступлениям, которые совершаются на территории Украины. Франческо Фонтана, член карательного батальона Азов, 53 года, приехал из Италии. Причины своего решения не скрывает. Такой опыт снился мне всю жизнь. Я мечтал об этом. Здесь нет места сантиментам. Это война. И я здесь, чтобы убивать. Наемники попадают на Украину благодаря таким, как этот рекрутер. Гастон Бессон. Француз, 46 лет. Профессиональный солдат удачи. Участник нескольких войн и госпереворотов в Юго-Восточной Азии и гражданской войны в Сербии. Если это были 29 танков из США. Помимо танков, туда же вскоре прибудут 33 БТР и другая бронетехника. Официально речь идет о поставке машин для тренировки контингента НАТО. Но на фоне беспорядков на Украине появление бронетанкового корпуса лишь дополнение к идущим в Черное море кораблям ВМС США и ударной авиагруппе, которая приведена в состояние постоянной готовности в Германии. Вот твиттер Стэна Паттона, бывшего сотрудника частной военной компании Blackwater. Он рассказывает о расценках на украинское сафари. Выстрел из гаубицы – 100 долларов. Из танка – 200 долларов. Выстрел по деревне – 350. Пришали повоевать к спортивным интересам. К спортивным интересам приехали. Где-то недели, месяц, они работают на дальнем расстоянии. Они даже сами себя документируют, в интернете выкладывают. Эти видеозаписи и фотографии с мест боев – своего рода трофеи, которые наемники вывешивают на своих страничках в соцсетях. Это еще один иностранный наемник, член батальона Азов. Микаэль Скилт – швед по национальности и снайпер по специальности. От командования Азова, подчиняющегося лично министру внутренних дел Авакову, он лично получил награду за убийство ополчанцев. Это особое чувство, когда твое сердце колотится, и ты слышишь, как пули свистят рядом с тобой. Я слышал, что они готовы заплатить 80 тысяч за мою голову. Ну давайте, идите и возьмите меня. Это еще один американский доброволец Марк Маславский, кличка Франко, рейнджер с многолетним стажем. Про него даже сняли небольшой фильм. Вот он позирует для американских журналистов. Вот что я ношу. Это на коленнике. А вот эта форма, она британская. Такую выдали. А это мое оружие. 9-миллиметровый пистолет-пулемет. Я выполняю все обязанности рядового. Я ношу оружие, иду туда, куда бросают мое подразделение. Воевал Марк Маславский недолго. Примерно через два месяца после записи этого интервью он был убит. В украинской армии помогают наемники из американской фирмы Академия. Так теперь называется скандальная Blackwater, сотрудников которой во время войны в Ираке обвиняли в убийствах и похищениях мирных жителей и контрабанде оружия. После этого компания уже не раз меняла вывеску. И вот теперь под именем Академия, по данным немецких СМИ, работают на киевской власти. Георгий Леведев расскажет подробнее. По данным немецкой прессы, под Славянском находились или все еще находятся около 400 наемников Академии. Национальность не уточняется. То, что они работают на американскую военную компанию, еще не означает, что они американцы. Известно лишь, что они вооружены и подготовлены не хуже, чем бойцы элитных подразделений вооруженных сил США. Журналисты ссылаются на данные федеральной разведывательной службы Германии, которая, как сообщается, даже оповестила правительство. Информация о том, что на Украине находятся американские солдаты удачи, поступала еще во время Майдана в Киеве. Жители Славянска утверждают, что среди тех, кто пытался взять город, тоже есть иностранцы. Воюют бок о бок с такими же, как они, украинскими наемниками. Маски, форма безопознавательных знаков и чувство вседозволенности, безнаказанности. 8-9 до 12 тысяч долларов. Это оклад военного специалиста, который ведет боевые действия непосредственно в боевых порядках украинских подразделений. Отправка профессионалов в зону боевых действий не единственная форма помощи Украине. Регулярно поступает информация о том, что в Харькове, Днепропетровске и Нелитополе закрываются аэропорты. Причина – разгрузка крупных партий военной техники НАТО. Только в Запорожском аэропорту и в Харьковском было выгружено свыше 30 так называемых труп, говоря языком военных. Это термоборическое оружие, которое, по сути, при зрели вызывает очень большое вакуумное разрежение и покрывает очень большую зону поражения. Уникальный документ. План закупки товара, провода услуг на средства международной технической помощи. Системы навигации для кораблей ВМС Вооруженных сил Украины. Сумма – 2 с лишним миллиона долларов. Средства индивидуальной защиты – 2,5 миллиона. Ранцевые радиостанции, системы очищения воды, обмундирование, индивидуальное снаряжение – еще 4 с лишним миллиона долларов. Всего в этом списке товаров военного назначения на 31 миллион. Донор – Министерство обороны США. Получатель – Минобороны Украины. Вот еще один документ. Запрос украинских властей в американский конгресс. Винтовка снайперская калибра 7,62 – 120 штук. Штурмовая винтовка калибра 5,56 – 1000 штук. 60-миллиметровый миномет «Командо» – 40 штук. Переносные зенитно-ракетные комплексы типа «Стингер» – 150 штук. Судя по всему, поставки уже идут полным ходом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова